Уважаемые участники Совета, рад приветствовать вас в Минске. Приятно отметить, что первая такая встреча состоялась в феврале аж 1992 года, то есть в прошлом веке, в столице нашей Беларуси, в городе Герои Минск. Сегодня мы принимаем 50-е юбилейное заседание Совета. Столь долгая история представительного форума руководителей МВД показывает исключительную важность консолидации усилий сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности, защиты конституционных прав и интересов граждан всех стран Содружества. Я часто встречаюсь с руководителями ОДКБ, СНГ, силовых ведомств, и у нас всегда честный, откровенный и принципиальный разговор. В этой связи, готовясь к нашей встрече, я подумал о главном. Хочу об этом сказать. Мы, мужики, можем откровенно об этом говорить. Знаете, в последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением специальной военной операции в Украине, что многие и руководители, что греха-то эти силовики, что быть категорически не должно, начали какую-то для себя выгоду в этом искать. Знаете, мужики, вот исходя из своего опыта скажу, что жизнь такая бурная сейчас и очень изменчивая. Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего созданного в советские времена тренда развития. Некоторые подальше от России будем держаться, там она под санкции, мы как-то под санкциями боимся попасть под них и так далее. Ну, ищем свою выгоду. Не делайте этого. Еще раз подчеркиваю, жизнь очень бурная, изменчивая. И кто его знает, что будет завтра с нами, с нашими государствами? Не придется ли к той же России обратиться за помощью? А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами и так далее. Нам надо держаться вместе. Вот вроде бы выстроилась политика Соединенных Штатов Америки в мире за последние четыре года при нынешнем президенте. Определено, эти друзья, эти враги, это сукин сын, но наш, это чужой. Власть поменяется, будет как в Афганистане. Точно будет, это не первый раз. Им для того, чтобы власть поменять, надо обязательно какую-то войнушку развязать. Не дай Бог, они используют конфликтную ситуацию на Ближнем Востоке для развязывания новой мировой войны. Они и на это готовы пойти. Я, упаси Богу, не агитирую вас против Соединенных Штатов Америки или каких-то ваших традиционных союзников. Вы со всеми должны дружить и выстраивать отношения. Кто этого хочет? Но не теряйте то, что мы создали за последние годы. Это во многом зависит от нас, силовиков. Во многом зависит. Вот я об этом подумал, идя на эту встречу. И вот то наше равноправное партнерство, которое мы создали, подкрепленное хорошей договорной базой, проверенное временем, сформировано на принципах открытости доверия и взаимопомощи. Вот никто из вас не поднимется и не скажет, что тут министр внутренних дел России, допустим, огромный, России, мировой державы, на кого-то надо делать. Да нет. Скорее всего, поддержка оказываема по всем направлениям, начиная от информирования до силовой составляющей. Полная поддержка, насколько это возможно. Поэтому, опять же, это говорит в пользу нашего сотрудничества с вами. И за годы совместной работы мы не раз убеждались, только вместе можно максимально эффективно противостоять глобальным, трансграничным, а также внутренним угрозам. Потому что рядом друзья, соратники, которые всегда подставят плечо. Вот со стороны Беларуси вы получите только это. Мы всегда будем, насколько возможно и невозможно, поддерживать и сотрудничать со всеми вами. И не надо думать, что государство поменьше, оно меньше может сделать для другого государства. Ничего подобного. Если есть желание, мы друг другу можем здорово помочь и, подставив свое плечо, серьезно помочь в очень сложных ситуациях. Министерство внутренних дел СНГ – это, по сути, щит для допорядочных граждан и меч для преступного мира. Но только если мы будем вместе. Исходя из этого, Беларусь всегда выступала, выступает последовательным сторонником интеграции в рамках Содружества независимых государств. В данном случае дальнейшей интеграции правоохранительных органов. Задача у нас серьезная. Первое – это обеспечить законность, мир и порядок, стабильность на постсоветском пространстве в наших государствах. Мы прекрасно видим, как сегодня наши страны пытаются рассорить и расколоть изнутри. Мы находимся под прессом незаконных, абсолютно незаконных, односторонних экономических санкций. Против наших народов ведется перманентная гибридная война, и каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая, по своей сути, является попыткой государственного переворота. Может сложиться ситуация так, что любое из нас государство без вот этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся отдельности. Но если рухнет Россия, мы в эту воронку все будем тянут. За последние несколько лет цветным революциям, хотя это не цветные революции, вот в Беларуси это был откровенный мятеж, потому что цветная революция, она более спокойна, длительная во времени, она никак не могла пройти в Беларусь. Поэтому избрали путь мятежа. Насколько взять власти здесь? Ну, как фашисты в 1941-м. То же самое, пусть более мягкий вариант, который раз в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. И насколько мы информированы, они не ставили больные места в покое в ваших странах и постоянно будут на этом играть. Вот посмотрите, я уже раньше предупреждал. Вторая важнейшая задача наша – противодействие терроризму. В нашем регионе, как внутреннему, так и внешнему. Особенно в связи с деятельностью Запада, и прежде всего США в Украине. Расцветает просто. Поэтому борьба с терроризмом – это для нас важнейшая задача. Я всегда своему министру говорю, без милиции мы ничего не сделаем. Милиция знает все. Делает она, не делает, говорит об этом, не говорит, но милиционеры знают все. Они везде. От участкового до министра внутренних дел. Ну, так же. Мы же эти прошли вещи. Поэтому от вас в стране, в любой стране, зависит все. А главное – это получить упреждающую информацию. Если она от вас поступает, значит, мы начинаем действовать. Но то, что сегодня международный терроризм использует новейшие технологии и медиаресурсы для пропаганды своей деятельности, мы прекрасно знаем. Эффективная борьба с этим злом требует комплексного подхода, включающего политические, социальные, экономические меры, развитие международного сотрудничества, обмен информацией. Только вместе мы сможем этому противостоять. Третья задача, тяжелая для нас задача – это борьба с киберпреступлением. И у вас, и у нас, особенно вот в этом году, как-то мы пытаемся переломить, и по фактам я вижу, получается ситуация с киберпреступлениями. Но Беларусь – это либеральная, дисциплинированная страна, где еще люди слышат, когда им советуют – не лезьте, особенно старики, не лезьте в эти игры с разного рода мошенниками в телефонах, айфонах и так далее. И после начала специальной военной операции нами зафиксирована активизация деятельности вот этих мошенников, в том числе колл-центров, действующих на территории Украины особенно. Оттуда они нас атакуют и вас. Возросло число попыток дестабилизации работы госорганов путем заведомо ложных сообщений о минировании важнейших государственных объектов. Также мошенничество в отношении обычных граждан, о чем я только что сказал. На территории ваших стран также есть такая проблема, поэтому опыт борьбы с подобным злом будет интересен нам всем. Четвертое. Особое внимание на нынешнем заседании будет уделено празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – самая памятная, торжественная дата в нашей общей истории. 80 лет освобождения Беларуси мы в этом году отпраздновали 3 июля в день освобождения Минска. 28 июля вся страна была освобождена, Беларусь, 3 июля – Минск. Мы на референдуме приняли решение сделать день независимости этой даты, 3 июля. Она символизирует единство, мужество советских народов перед лицом фашизма, страшнейшей угрозой всему человечеству. Но тут у нас расхождения нет. Все народы Советского Союза и ваши народы, как белорусы, россияне, украинцы, воевали и тысячами гибли на фронтах. Более того, народы Центральной Азии приютили тысячи и миллионы граждан тех территорий, которые были оккупированы первые годы фашистами. И заявление Совета Министров внутренних дел, которое будет принято, я так полагаю, по итогам форума, станет не только данью памяти десяткам миллионов военнослужащих, мирных советских граждан, погибших ради того, чтобы мы сегодня нормально жили. Это будет обращение к последующим поколениям с призывом свято беречь историческую память и, главное, правду о страшнейшей войне. Никогда не забывать, что мы потомки победителям, это великое наше достояние. Но, знаете, вы страдаете тем же, что и мы, главы государств, на своих заседаниях. Ну вот, 80-летие, однозначная дата, не приняли бы это обращение, мы все равно привержены, мы свято блюдем и чествуем эту дату. Но, а по другим направлениям, более серьезным, это то, что я вначале говорил, давайте будем серьезно действовать по основным направлениям работы Министерств внутренних дел. Они четко выкристаллизованы жизнью, они определены, и вот там надо принимать нам решение. Но если мы приняли решение, давайте в этом направлении будем действовать все вместе. Не дай Бог, чтобы в наших странах, в ваших независимых государствах произошло что-то серьезное, когда надо было бы прибегать к действию в полном масштабе силовых структур. Но мы от этого не застрахованы. И будем вместе, никакие цветные революции и прочие мятежи нам не страшны. Я искренне благодарен вам за готовность к сотрудничеству, за стремление дальше активизировать совместные усилия для обеспечения безопасности и охраны правопорядка в наших государствах. Вы должны знать. Вот о чем вы договоритесь и даже не договоритесь. Мы всегда готовы прийти вам на помощь, готовы действовать адекватно, только давайте по мелочам ссориться не будем. Это всегда накладывает ненормальный отпечаток на нашу работу. Наша позиция, министр наш об этом не единожды скажет, мы только за то, чтобы мы были вместе. Мы хотим быть с вами вместе. В противном случае нас поодиношке порвут, разделят и сильные мира всего, вы знаете, кто это, возьмут нас тепленькими, не затратив для этого никаких усилий. Поэтому давайте будем вместе. Ну а я желаю вам успешной и плодотворной работы. Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите поблагодарить вас за теплые, радушные приемы гостеприимства. Для нас большая честь, что несмотря на плотный график, вы уделили внимание встрече министров внутренних дел государств Содружества. Наши страны связаны с тесными узами дружбы, вы об этом сейчас сказали. Взаимодействие между органами внутренних дел наших стран находится на высоком уровне, есть правовая основа, успешно разыскиваем преступников, исполняем взаимные поручения, обмениваемся опытом. В целом, Совет Министра внутренних дел в своей работе руководствуется решениями, принятыми главами государства наших стран. На заседаниях рассматриваем ход их исполнения, состояние взаимодействия, сверяем часы, определяем перспективы на ближайший период. Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите пожелать вам от имени нашего Совета процветания и благополучия Братской Белоруссии.